У нас с вами, ребят, продолжение банкета. 1-0, Cloud9 пока проигрывают. Сейчас на фирспике забрали себе Ашу, забанили Шена. Решили они, что проблема была не в Сараке, проблема была в Шене. Будут играть ту же самую комбинацию, судя по первому пику, и предлагают им импульсу что-нибудь другое сделать. Им импульсы приссали и забанили Азира. Они испугались, что Инкарнешнл может на этот раз отыграть на Азире. Забанили также Калисту. Видимо, Калисту все же это приоритетный банк для обеих команд будет, то есть приоритетный пик, а из-за этого они стараются этого не делать. Ну что, Раш, через Эвелинку будешь играть, но теперь у тебя нет Шена. Скорее всего, Раш сейчас будет забирать Элизу. Я бы отдал за Элизу голос, потому что они видели, что Хай может доминацию очень жестко устроить для Гейта, и это им чудо спасло, что ни один килл не завершился в пользу Cloud9. Да, и на этот раз они забирают себе Элизу. К Элизе они забирают Северку. Скорее всего, это будет Маукай Топ от Импакта. Шена так как забанен. Андриан пока неизвестно, что будет играть, а Хай, увидев, что это Элиза, почему-то решил, что не будет больших проблем, и забирает себе Шивану. Шивана с Кармой. Двойной, очень сильный ботлейн у команды Cloud9, но очень слабый джанглер в начале игры. А, ты это имел в виду, Мотыга? Ну, тогда все нормально. Если ты это имел в виду, тогда все верно. Ну, как бы мы просто утрированно говорим, что Рита платит игрокам. Понятное дело, что Рита платит команде, а команда дальше игрокам зарплату. Ну, просто так как здесь команды, немножко такое понятие двоякое, то есть это не те команды. Вот, например, Фанатик, это скорее команда. Есть команды, где сами игроки в начале их создавали. Cloud9, это тоже команда, то есть у них изначально есть босс сверху, который нанял себе игроков, и они на зарплате у него сидят. Это понятно. А вот, например, Team Impulse, это команда без имени. Это китайцы приехали в Питером порабощать Америку, потом от китайцев остались рожки до ножки, и сейчас черт знает, что у них там творится. Ну, я к тому, что в большинстве там случаев сейчас у многих команд на ЛКС, тренера это только значок, что он тренер. На самом деле, вот он с усами стоит и вообще ничего не понимает, что происходит. Ну, как понимает, но просто очень слабый игрок, челленджер команды, он смотрит, какие руны взял Lemon Nation. Lemon Nation предлагает сейчас последние два пика для команды Cloud9. Они снова увидели Сараку, догадываются они, что от импакта будет Физ на топе. Физа контрит Маукая довольно спокойно, но, видимо, они хотят Cloud9 в открытую пикать Маукая. И решает Cloud9 дать Ассасина Инкарнейшену и добавить жесткого танка к сшиванию. Не будет у нас Ариана, я, кстати, ожидал увидеть Ариану. Но по комбинации Cloud9 очень сильные. Если подумать о лейт-гейме, это вообще жесть, какие они сильные. Но до лейт-гейма надо еще добраться. Последний пик команды Импульс неизвестен. Гейт, скорее всего, останется на Викторе или какой-нибудь Риане. Но вот он сейчас сидит и выбирает как раз между этими двумя чемпионами. А больше ему нечего играть. Но он не Ассасин, я уже вам говорил. Он саппорт. Он играет только то, что научился за это время. А за это время, чтобы на миде оставаться в челленджере и учиться чемпионов, вам, конечно же, не надо было тренировать Ясу, Ривена, Каталонов, Зедов и таком подобных игроков и чемпионов. Вы, скорее всего, тренировали Твистед Фейта, Ариану, Азира, что там еще, Виктора. Ну, то есть самые сейфовые пики, которые никогда в жизни не проиграет линию, что бы не происходило. Так, Шэн же контрил очень жестко их пики, а Сарака что делала? Стрела в нее и привет. Да, это я прочитал Турсипой, то, что ты писал. Ну, в реальности ты прав, но ты же видел, ни разу Клауд Найна не заинициировали битву в Сараку, и поэтому ничего не получилось. То, что Шэн расфиделся, это он расфиделся как раз по итогам того, что Клауд Найна ничего не смогли сделать с Сараке. Ну, вот сейчас Сарака будет еще раз. Кстати говоря, я после игры посмотрел процент. А, ну, вот он, вот эта игра, вот он здесь результат. Фулл билд Сараки, дальше она, не знаю, что еще собирала, это походу Шуреля хотела доделывать. Ну, так или иначе, она выхилила 29 тысяч урона. 29 тысяч. Учитывая, что мопсов вряд ли он хилял, ну, предполагаем, что он хилял только своих чемпионов. Это 29 тысяч. Угадайте, сколько нанес урона Варус. Варус самый большой урон нанес из команды Клауд Найн. Правильно, он нанес всего лишь 21 тысячу урона. Там 21 600, по-моему, была против 29. То есть это, как я в шутку написал, 146%. Ну, примерно 146%. Там 150 с чем-то должно быть. Хотя, может быть, и 146. Кому не лень, можете посчитать. 21 600 против 29 200. Вот такой вот был отхил. И это очень жестко. Это действительно очень жестко. Но теперь Клауд Найн взяли пик, который не боится Сараки. Я не про Шивану говорю, я про Ботлэйн имею в виду. Как раз таки то, что я и говорил. Лемонейшн возьмет карму. И плакала эта Сарака. Она ни черта сделать не сможет. Потому что она будет сама получать урон в лицо. И на этом будет приплыв. Единственная проблема команды Клауд Найн, это то, что сейчас они решили... Ну, то есть, я считаю, они могли сделать тот же самый пик. Тот же самый, абсолютно пик. Но предварительно забанив Шена и забрав себе карму. Все. И сделали бы тот же самый пик. Но из-за того, что забрали у них и Лизу, они немножко запаниковали и решили взять Шивану с Гнаром. Причем от Болса Гнара мы в этом сезоне, по-моему, вообще не видели. Если я не ошибаюсь. Я не говорю, что он играть на нем не умеет. Но что-то я не видел его. В то время, как, допустим, Физа очень хорошо контрит Маукай. Маукай спокойно против него стоит на линии. Спокойно уходит в лейт против него. И может всю игру с ним стоять. Плюс даже в тимфайте он может спокойно создать столько давления на оппонентов, пока команда будет убивать Физа. Что там за споры у комментаторов английских? Они, по-моему, там про руны. Ну, короче, Сараку нам все это время показывали. Я вот немножко не понял. Это про руны с Мастерис они обсуждали. Но их можно посмотреть, ничего страшного. Я уже вроде посмотрел. Там было 0.9.21. И без всякой Пенетры. Как я помню, у меня была в команде Сарака с Пенетрой. У меня жопа горела от нее. Вот она выхилила там 80% только. И это учитывая, что... Ну, можно было гораздо лучше все это сделать. Инкарнэйшн тоже, видимо, у него это... Ух, как он это смог хорош. Я бы здесь тильтанул и кинул кушку. А он почувствовал, что успеет заластхитить обоих этих мопсов. И можно никуда не торопиться. Инкарнэйшн, ну, как и я, мучается с ластхитом за Ари. И просто я вот прям вижу, как у него жопа горит от этих ластхитов, которые Ариана делает. Но... Ой, Ариана, извините, Ари делает. Я оговорился. Ариана это гейт, а Инкарнэйшн Ари. Много раз оговорюсь еще в этой игре, чувствую. Тем временем Хай забрал красный баф у Элизы. Элиза осталась без третьего левела. Ей некуда сейчас будет пойти. Она, короче, расстроилась и реколится. Это вообще такая жопа. Это называется жопа, ребят. Потому что ты прекрасно понимаешь, что у тебя только что весь лес забрали. То есть и бежать уже в красный лес поздно, в красный лес оппонента. Никакой информации импакт не дал о том, что в его лесу все забрали. А Хай, так как ему нафиг не нужен этот синий баф, отдает Инкарнэйшн синий баф. И реколится. Пойдет после этого. Пойдет ли он на красный, неизвестно. Элиза после рекола... Ну, скорее всего, сейчас она понимает, что Шивана пошла только сейчас на рекол. Так что Элиза должна сейчас идти на красный баф Хая. Но это не страшно, ребят. Так, над того мопса заласхитить, но не получается. Ну да, с ласхитом гигантские проблемы. Элиза начала брать красный. Команда Клауд Найн может туда прибежать помешать. Но вот сейчас только... Нет, поздно. Слишком поздно. Аша не сделала просветку вовремя. В общем, много ошибок сейчас было. Я бы сказал, что здесь ошибся ботлайн команды Клауд Найн. Они могли остановить Раша спокойно от забирания красного бафа. А теперь у Раша есть красный баф. Есть преимущество над Шиваной. И он это знает. Делает себе третий левел на Рапторах. Не боится вообще ничего. Ну, он не боится, потому что он знает, что сейчас он сильнее Шиваны. Ну, Шивана это такой чемпион. О, ребят. Она... Когда доберется до своей... Ой, ее здесь в Аполло пошел All-In. Через Игнает Клауд Найн пытается убить. Но Аполло подходит, Адриан и хиляет. И сейчас же выходит сюда Элис. Что будет делать? Доджи Дабл ее прыжком. Пытается застанить Сники. Станет Сники. Не получается убежать. Раш делает Ферст Блад. Куча хила. Прыгает на мопца. Остается в живых. Почему не отфлэшился Сники? Хороший вопрос. На него мы ответ не получим. Не отфлэшился, потому что Гладиолус. Он мог отфлэшиться заранее. Хотел сэкономить его. Начиная вообще с W. То есть вообще Сники отвратительно сыграл на этом ганге. То есть если бы я был саппортом. И это произошло в соло кушке. Я бы после этого. Ну, если бы был в тильте. Написал бы. Ну, или вам бы, по крайней мере, это на стриме говорил. Потому что он все сделал неправильно. Какую нахрен W ты кидаешь в Элизу? Когда ты подходишь на рейндж W. Элиза подпрыгнет и приземлится на тебя. То есть ты элементарно теряешь спелл. Все, что надо делать, это просто бежать. Пусть Элиза за тобой чейзит. А она подпрыгнет и приземлится. Тогда ты кидаешь в нее W автоатаку. И дальше уже рассматриваешь ситуацию. Стоит ли тебе отфлэшиваться, когда она перевоплощается, или нет. Потому что Элиза приземлится в паучьей форме. Она не сможет сразу прописать стан. Значит, у тебя еще куча времени будет, чтобы отфлэшиться. Ну, или принять другие решения. Но W ты не должен был тратить. Так что это полностью вина, механическая вина. Снеки. Такое впечатление, что его первый раз в жизни гангает Элиза. Он таких элементарных вещей не знает. Ну, очень многие игроки такие ошибки совершают. На автомате типа кидают спелл. Но это неправильно, ребят. В итоге Cloud9 очень жестко проигрывает теперь на ботлейне. Ну, тем временем, Rush думал пойти на топ. То ли он передумал, то ли он думает еще. Нет, все, он передумал, среколился. А High подходит на контрганг. Он думает, что сейчас как раз всегда будет ганг. Потому что импакт шестой. Боллс теряет Мегагнара. Вроде все абсолютно логично. High абсолютно логично сюда пришел. Но ганг никакой не происходит. И High такой, ну, ладно. Ну, да, ладно. Я реколюсь. Делать здесь больше нечего. Элиза сюда не приперлась. Либо придет. Но Элиза, кстати, идет, но с отставанием. Импакт немножко подолынил, задоджил. Автоатаку не успел дать Боллс. Очень терпеливо сидит High. Выходит, Раш, Раш и они видят. Пошел Лэн. Мегагнаром станет сейчас Боллс. Флэшится. Кидает стон по импакту, делает килл. И у Раша большие проблемы. Он же тратил флэш на ганг. Но, да. Элиза, балансный чемпион, может подпрыгнуть и убежать. Ну, вытерпел High. Слушайте, я даже, ну, я уже сомневался, что High может стать хорошим джанглером. Ну, будет просто стандартный чувак в джунглях. Но сейчас он очень хорошо сыграл. То есть он поставил вар через стенку. И знал, что Элиза сюда придет. Ну, это как бы логично. Куда я еще идти? И просто терпеливо ждал. Что на шестом левеле, ну, предсказуемая команда. Говорили про это уже много раз. И Cloud9, что предсказуемая команда. Этим надо пользоваться. В прошлой игре это получилось. Но, к сожалению, вы помните, сколько раз нам потом этот гейм-рекап показали. И 7 сраных раз с 10 хп Адриан вытаскивал своих даунов. Ну, я вот тогда еще тоже выругался. Сказал, что дауны, которые попадают под все спеллы, которые есть у Cloud9, 7 раз, 7 киллов Cloud9 не доделали из-за сораки. Настолько шикарно отыграл Адриан предыдущую игру. Раш 4 левел все еще. Боже мой. Вот вам и ганг на бот-лейн. Четвертый левел все еще. Это 8 с половиной минуты. Шивана сейчас отдает синяя Адри. И после этого реколиз. Да, я хотел сказать, он должен реколиз. У него точно уже есть Devour. А если есть Devour, надо сразу бэкаться и покупать его. Вам не нужны дополнительные деньги. Вам нужен точно Devour. А потом уже будете настакивать его. Чем быстрее его купите, тем лучше. Ну, этим, в общем-то, занялся сейчас Хай. Ну и теперь есть небольшое преимущество на топе. Потому что там импакт пошел в АД, а босс пошел в Хексдрингер. Казалось бы, вроде нелогично, но так как единственная проблема АД Физа для многих, кто стоит на нем против линии, это то, что он вначале наносит очень много магического урона. Эта проблема решена, а все остальные спеллы как бы передамажат Болса его дико легко. Бумерангт надо главное поймать, ловит, дамажит. Тележку, кстати, импакт хорошо заласхитил. В кое-то веке мы видим доминацию Болса на линии, я уже... И забыл, что Болс может кого-то победить. Вчера две последние игры... Ой, тут идет ол-ин по снеге, он опять один. Почему Лемона постоянно нет на линии? Идет телепорт, Адриан все еще вытанковывает. Но там отменили телепорт, не-не, там не канцелы, там отменили ему телепорт. Подходит Шивана! Шиване не хватает дэмэджа, он подходит сюда и Инкарнейшн, Инкарнейшн есть флэш и Игнайт, он должен сейчас фрэггать и убивать Ариану. Ой, извините, Ариану, Адриана, но он испугался и решил, что килл в килл. Довольно неплохой размен, убили Раша, и можно даже идти сейчас на Дрейка, потому что Раш мертвый. А где Лемон был опять? Что за проблемы сегодня у Кауд Найнов? Они вроде жестко доминируют Бот Лейн, а потом в какой-то момент уходит Лемон с линии и все. Ой, у Болса проблемы, Хиггс Дринкер был потрачен, Импакт пытается его убить и Болс догорает. Это все на этом телепорте было, ребят, нам это не показали, но когда нажимал телепорт Болс, Импакт заулынил в него ультой и отменил телепорт. И после этого в невыгодном месте начал сражаться Болс. И только я сказал, что Болс его доминирует, как он умер. А, нам не покажут здесь повтор. Сейчас он нажмет, сразу же пошла ульта. Отменил. Да, Импакт, конечно, молодец. Ну, Импакта нет сейчас телепорта, но он скоро откатится. Клауд Найна тем временем забрали Дрейка, следовательно, 5 стаков набрали для Шивана. Ну, это единственная хорошая новость после этого файта. То, что Клауд Найны разменялись вроде 1 в 1, но килл заработали они для Ария, но потеряли Ашу. И, следовательно, Аша еще дальше откатывается по появлению мега дэмэджа. Но не забываем, что Шивана только что получила 5 стаков. Ну, это просто шикарно. Андриан пока просто варды покупает. Все еще нет Сайдстоуна. Гейт хочет сражаться, но Инкарнешн перепрыгивает через него и уходит вниз. Он понял, что он попал в ловушку. Что это была ловушка от Гейта и Раша. И перепрыгнул через них. И будет возвращаться на линию без маны уже, но хотя бы живой. А Раш просто здесь засел. Вдумывает дайв на ботлейн. У них есть телепорт сейчас импакта. Ой, как много мопцов. Импакт сделает телепорт на этих мопцов. Идет дайв. Сники ускоряют. Да, пошел дайв. Сники просто пропадает с карты за секунду. И Инкарнешн тоже пропадет с карты. Да. Элис Энсорака Дайвс, говорят английские комментаторы. Не идет игра у ботлейна сегодня команды Клауд Найн. Может быть это связано с тем, что Адриан и Аполло лучше стоят на ботлейне. А может быть связано с тем, что это Сарака. А может быть связано с тем, что... Ну, просто не пошла игра и пока непонятно как вернуться им. Башню на башню-то обменяли. Но, как видите, кельцы достались команде ТИП. На импакта выходит Хай. Хай будет с ним воевать. Прожимает экзост. Ульта практически не нанесет урона. Хай решает не нажимать ульту. Что за тильт? Почему он ульту не прожал? Чего он ждал? Боллс вообще ничего не сделал. Правильно говорят английские комментаторы. Он-то вообще ничего не сделал. Но я не понимаю, почему Хай не нажал ульту. Ну, в каком смысле он там не воспринимал дэмэдж? Там же было видно, что проигрывает он уже размен. Просто нажимая ульту либо в него, либо от него. Не нажимать ульту нет никакого смысла. Ну, Боллс попытается сейчас с импактом посражаться. Ари выходила к нему на помощь, но тут же она встретилась с Элизой. Боллс прыгает, пытается продолжить погоню. Но это уже бессмысленно, потому что Элиза скоро его догонит. И Боллсу надо теперь разворачиваться. Туда же бежит Сарака. Боллса ловят. Но у него есть мегагнар. Он откидывает двух игроков. Хекс-дринке срабатывает, он отфлэшивается. Сейчас прыжок откатится. Да, и он на прыжке убегает, а Сарака уже здесь. Клодайны должны ботлэйн сейчас за это сломать. Боллс, хоть и нет телепорта. Должны сейчас ботлэйн ломать, да. Ну, хорош. Хоть какие-то денежки вернут назад. Да, это минус башня, минус синий баф у Арианы. Знаете, даже как-то так случайно. И получилось это в плюс для Клодайнов, то, что сделал Боллс. Боллс так в стиле Дарья она сейчас сыграл. Пошел в жесткий олдин против импакта. Как будто, знаете, как на тильте. Да пошел ты. И не получилось. Но он выжил, потерял свой флэш. Но в то же самое время ничего плохого вообще не произошло. Потому что Хай весь лес забрал у Элизы. И Клоднайна забрали Тауэрку. И теперь еще можно Волков забрать. Синего бафа лишили Ариану. Но тут синего бафа, правда, лишает Арии. А Хай заходит со спины. Пытается убить Аполло. Идет... Ну, нет. Все не то. Все не то, все не так. Опять та же самая ошибка команды Клоднайн. Не фокусить Адриана. Я не знаю, что с ними не так. Ну, то есть, то ли они упертые козлики, по-другому это не назвать. Ну, упертые им там кто-то сказал, что надо фокусить Сараку. Они все вот пятером. Нет Сараку, мы ни в коем случае фокусить не будем. Что бы ни происходило, мы не будем фокусить Сараку. То ли они реально в упор этого не понимают. И оба вот этих вот моих предположения, они, ну, только меня расстраивают. Потому что я не верю, что такие высококлассные игроки не понимают, что надо фокусить Сараку. И я не верю, что они готовы поставить на кон выход на чемпионат мира только за то, чтобы доказать какому-то дебилу, там, ну, или кому-то, что Сараку можно не фокусить и выиграть игру. Ну, это чушь, ребят. Сарака сейчас был фри-фраг, если что. Ульта Аши летит Сараку, минус Сарака, все. Никакого шанса у нее нет там выжить. Просто ни единого шанса. Единственный вариант был, Сарака отфлэшивается, доджет ульту Аши. Ну, и все, разворачиваемся, уходим. Все равно мы тонну мопсов заданяли, вон мы, минус 16 всего лишь, теперь Аша проигрывает по фарму. Вместо минус 40, который был там, там был 10 на 120, ребят. Ой, 10. 90 на 120, 30 мопсов, да, не 40, это 30. Ульта Ариана очень хорошо заходит, минус Лемон. Раш впрыгивает, но очень много урона она получает. И Клауд Найны, хватит ли им дэмэджа, не хватает. Вот здесь Сараку нельзя было зафокусить. Она стояла за башней, она стояла под прикрытием. Классная ульта Ариана, тут как бы понятно. Но мы не про этот момент игры смотрим. Мы вот про тот, где на одном и том же уровне дайва находилась Сарака и Северка. И Клауд Найн решили убивать почему-то Северку вместо Сараки. На рекол вся команда Клауд Найн ушла. Те апишники, выиграв этот файт, выиграли и дракона. Следовательно, много стаков у Хая отобрали, целый пятак. И первого Драка для себя сделали. Правда, им сейчас некуда будет идти. Дальше они ничего не заберут. Адриан оставляет вард. Выбивает этот, а Хай тем временем... 22 стака уже, довольно близок он к успеху. Это 23, там сейчас Лемон покажет, что Краб уже бегает. Это уже будет 25 и... Какие-то секундочки... Он даже кликнул, куда сейчас Краб ушел. Краб был там, говорит он. Убивай Краба, настакивайся и будем выигрывать игру. Клауд Найн идут на импакта. О, это может плохо для него кончиться. Нет? Но импактом по вардам вообще-то прогулялся. Но Клауды решили развернуться и пойти на мид. Выскочить. Нет, так ничего они и не сделали. Бегали, бегали, бегали. Так ничего и не сделали. С этим выходом... А Инкарнешн в кои-то веки проиграл по фарму. Даже учитывая, что ему синий баф в начале игры дали. Поражение это связано... Я все еще склоняюсь к Ари. Просто это чемпиону, которому хрен ты полосхитишь. Ну, бутлейн Клауд Найн сегодня не радует нас. Если в первой игре я прям видел, вот как чуть-чуть-чуть не хватало, чтобы сделать киллы. А сделая они эти киллы, все было бы... Игра бы выровнялась, а возможно даже в плюс эти все размены были бы. То сейчас, ну, я просто вижу, ну, тупейшие ошибки. Минус башня падает. Клауд Найн нам нечем ответить. Хай предлагает мид сломать, но... Успеют ли они сломать мид в ответ. Ну, вроде они всей команды сюда перешли. Потеряли тир-2, сломают тир-1. По голде чуть-чуть это похуже, но это не имеет значения. Сарак увидит хай, не попадает, но кидает на нее спелл и пытается ее убить. Она отфлешивается, остается в живых. Прилетает туда же Болс. Ариановская ульта отвратительная идет. Болс не знает, как ультануть, в итоге так и не ультует. И Клауд Найны посыпались, очень сильно посыпались в этом файте. У Хай гигантские проблемы. Потому что он в соло начинал тимфайт, а Аша так и не ультанул, и Инкарнейшн он так и не ультанул. В общем, отвратительно играет Сники в этой игре. Мы просто с вами это прекрасно видим. Почему он нигде здесь не ультанул? А, Болс, кстати, выжил. Тогда не так еще все плохо. Инкарнейшн. Со своей ультой думал забайтить Гейта на фигню, но Гейт не повелся. Кстати, он играет через чашку. И однозначно можно сказать, что эту игру он выиграл на миде. Смотрим повтор. Хай не попадет драконам. Это уже плохо. Потом не хватит ему дэмэджа, чтобы добить. Болс прилетает, но не ультанет, потому что запутается. Аша все это время была в тимфайте, но не кинула ульту ни в Импакта, ни в Аполло с Адрианом. Никуда не кинула ульту, просто... А, Элиза заберет килл, да. Так себе, так себе это все происходит. Но тем временем, ребят, Хай практически настакался. Я думаю, там ему остался один только пак забрать мопсов. И хочешь не хочешь, он идет очень сильно впереди по тимкам от Элис. Даже учитывая, что Элис делал три килла один ассист, ну, это какая разница. Синий сейчас отдает Ари. И там еще Краб появился. Все, это точно уже последние стаки. 29 у Хая, надо забрать этого Краба, и Хай будет настаканной. Будучи настаканным, он вполне может с Импактом сражаться уже один на один, я думаю. Когда доберется до Боттерка, он может сражаться абсолютно с любым игроком команды. Тиэпи и айтем, который следующий ему надо будет собрать, я думаю, будет Рандуин. Он реколится, потому что у него есть Боттерка. И... Ну, все, он настакался. Клодайны вытерпели, так сказать, отсутствие джанглера. Теперь у них есть джанглер с Боттеркой. И настало время, как бы, показывать, на что способна Шивана. Потому что Шивана сейчас Элизу один на один разобьет просто в пух и прах. Осталось только встретиться один на один. Кстати говоря, сейчас, возможно, будет встреча. Раш пойдет сейчас на красный. Здесь уже Хай. Хай предлагает команде посражаться. Смайт проигрывает войну Хай, но нет игроков всех. Не идет ульта Аши. Опять нифига Клодайны не делают. Ну, потому что не было рядом Ари, не было рядом Гнара. И решили они просто отдать... Ну, за красный, ладно, была война смайтов. Проиграл он ее. А вообще они решили просто отдать башню на меде. Что-то как-то мне это не нравится. Цепляет Хай. Раш попытался нанести урон, но толком его не нанес. Ну, не очень много урона нанес, скажем прямо. Хотя нет, знаете, не Рандуин нужно. Нужно Спирит Визаж следующим айтемом собирать Хай. Ему нужен Магрес. Либо Банши. Спирит Визаж, Банши, что-то в этом роде. Можно даже Локет, но Локет не очень хорошо на Шиване заходит. Ловит здесь Раша, но он элементарно перепрыгивает на волков, убегает. У него нет сейчас прыжка, но Клодайны не почезили за ним. Вполне можно было сразу же ультануть Ашой туда, но недостаток Вижена решает, конечно. Краба забирают, это означает, что Клодайны собирается брать этого Дрейка. По крайней мере, использовать скорость в свою пользу. Возможно, типа, позволить прийти туда Тиапишникам и самим ворваться. Минус 5000. Но это не так сильно заметно отставание. Так что Клодайны вполне могут себе позволить дать битву. Только вот куда пошла Аша? Ну вот не надо туда уходить. Гнар пошел на телепорт. Аша непонятно куда пошла. Хай попытался поймать Раша. Не получилось. Ульта идет в Раша. Ваншотают или Раша? Ваншотают, ребята, а не Раша. Хай тратит ульту на Эскейп. Не попадает Гнар ни в кого. Ой, извините, Физ ни в кого. И все еще есть Инкарнешн на Олен, который выбирает Адриана в качестве своей цели и убивает. В этот момент Болл сделал Олен, но не самый удачный. Клод Найны разменялись вровень, но вот сейчас все попадали. Инкарнешн остался один в два. Но это все равно в плюс для команды Клод Найны. Я еще раз напоминаю, что у них будет как бы лейтгейм два топера. А у команды ТИП из-за того, что Раш не играет в Абилити Пауэр Элизы, играет просто в Танка Элизы, не будет Элизы. Ну и Шивана сама по себе просто сильнее чемпион. Шивана вот из всех этих десяти чемпионов, которые сейчас играют, самый сильный чемпион. Ну наконец-то Ашероу зашла неплохо. Ну Хай, наверное, он правильно сделал, что ультанул против. Здесь сейчас Инкарнешн классный плеер сделает. Просто найдет Адриана, разорвет его в пух и прах. А вот Хай неправильно пошел за ним. И в итоге Хай никого так и не убил. Просто потратил кучу времени. А в Снике сейчас будет флэш от Аполлода и убийства. Обидно. Ой, здесь Хай нашел Раша, встречается с ним Инкарнешнл и Раш. Ну там Сарака, ульта, Хай все еще не может убивать на Джи-Джи. Или нет? Ну почему вы не убиваете Адриана? Я не понимаю этого. Я этого, ребят, блять, просто не понимаю. Почему они не убивают Адриана? Это не чемпион, это какой-то чушь. У нее нет ХП, просто пробегите мимо и нажмите один сраный спелл в нее. Любой один спелл. Попытка была от Инкарнешнла сделать килл. Сделали килл на Сараке, но это сделал не он. Инкарнешнл почти всех убил, но никого и не смог. Почти всех, но никого. Ну почему? Я не знаю, ребят. Но это так элементарно ее убить. Вот честно, спросите меня, против какого чемпиона я хочу играть? Я бы всегда ответил против Сараки. Ну это потому что самый простой в Солокушке, это точно. Потому что Солокушные и Сараки не умеют хорошо себя позиционировать. И что самое главное, в них дико легко все байтятся, убивать ее. Был один момент у Сараки, когда она действительно была ОПшная. Вот был такой период. Как раз после первого ее реворка до изменения немножко механики. То есть, точнее уже после изменения механики. Она могла в Соло вытанковывать весь урон. Тогда шла идея в том, что она собирала кучу армора и ХП себе. И ты ничего с ней сделать не мог. Она выхиливала всех подряд. Сники. Ну просто. Ну я не знаю. Сники сегодня не в своей тарелке. Вообще не в игре, я бы сказал. Сники. Он просто не в игре, ребят. Если Лемон делает неплохие плейсы, но где-то чуть-чуть ему не везет, то Хай что, убежит? Нет, не убегает, к сожалению. Но был близок. То есть, Ники сегодня вообще отвратителен. Две игры подряд Сники играет на один из десяти по баллам. По баллам, реально по баллам. Эх. Не боятся Клауд Найн и ТИП. Они слишком предсказуемы. А механику не завезли. Ну что, Болл с Мегагнаром сейчас может встать. Но Ингибитору ничего не угрожает. И Болл решает не рисковать устраивать битву 4 в 5. Оно и правильно на самом деле. Ингибитору все равно же ничего не угрожало. Так что потерять его... Потеряли уже башню. Не страшно, можно просто отдать им отступить. Ну, Сники не в игре, ребят. Попытка от Инкарнешнона убить Гейта попадает в него спеллами. И убьет его пере... Да, да. Убивает его дико легко. Инкарнешнон просто шикарен. Вот, ребят, я смотрю на него. Он сегодня играет 10 из 10 обе игры. То, что там у Наваруси умер много раз, это ни в коем случае не его проблема была, так сказать. Эта проблема была как раз-таки опять-таки бот Лейна, который не умеет нормально провести фокус. И расфиживают Шен от Данельза. Булл сыграет где-то сегодня 7 из 10. Неплохие кельцы он сделал, неплохо отыграл. Кому, кстати, килл достался? А, ну не Аша. Хотя бы Аша продолжает ничего не стоит по деньгам. Того, что она получила бы сейчас 500 голды, ничего бы вообще не изменилось для команды Клауд Найн. А так она просто по 150 голды получает за убийство ее. Рэш у нас... Рэш у нас, извините, 13 левел, 4, 2, 6. Болл встречается с Рэшем и... Ну и они расходятся мерам. Подпушивают снова под этот ингибитор ТИПшники. А что у нас по Хаю? Хай вроде тоже 0.5.3. Но в реальности он все равно. Раша по-прежнему может убить 1 на 1. Проблема в том, что ни один игрок команды ТИП никогда не остается в одиночестве. Кстати, да, по статистике можно было бы пробежаться, еще сказать. У Клод Найнов Килл Партиципэйшн среди средних показателей оказался в этом сезоне. В то время как ТИПшники, вы не поверите, они заняли 5 из 5. Что 5 из 5? ТОП-5 игроков, у которых Килл Партиципэйшн наивысочайший, это были все игроки из команды ТИП. Все киллы они делают вместе. Поэтому, ух, по Хаю прошел урон. Ну, не надо ловить Стана и Элизы, и не будет по тебе проходить урон. Как бы элементарная логика. Хаю ушел на базу лечиться. Ускорение сделал, ой, по Болсу куча урона. Ингибитор упал. Сарака все еще хиляет. Но за следующий ингибитор можно повоевать. Поцелуй не попадает. Единственное, сейчас конкретный жесткий демедж есть у Инкарнейшнала. И есть хороший Ол-Ин по некоторым чемпионам для Клауд Найнов. Но чтобы этот сделать Ол-Ин... Ух, как близко было. Минус башня. Минус 12 тысяч. Клауд Найны попадают ультой, но Аполло разворачивается специально, чтобы принять ульту на себя под Ешкой. И делает это идеально. Хоть он и очень сильно рисковал, что если кто-то кинет Болсы большие, могут возникнуть проблемы. Болс становится мегагнаром. Ускорение пошло. Болс прыгает, но попадает в Сайлант. Адриан зацараки. Предсказуемый был прыжок. В итоге Сники убивают. Хай со спины находит Гейта. Но Адриана по-прежнему никто не фокусит. Поэтому Сосити член. Я не знаю, как по-другому это назвать. Если вы не будете фокусить Адриана, убить... Не будет возможности ни одного чемпиона в 5 на 5. Первый должен умирать Адриан, что бы ни происходило. Ну и что, вы хотите сказать, Шенна надо было банить? Я сказал, надо было банить Сараку. Просто баньте Сараку. Вы не умеете играть против нее. То есть проблема, они не умеют играть против нее. Вот в чем проблема. Ну не хватает у вас практики против нее. А теперь уже тупо. Получается, два раза подряд одна и та же Сарака их уничтожила. И теперь как-то банить ее будет совсем тупо. Получается, мы могли ее сразу забанить. Нахрена мы тогда банили Шена? Ну вот Адриан продолжает просто в соло керить эту игру. А Сники продолжает в соло проигрывать эту игру. Да, ну там английские комментаторы как раз тоже сейчас об этом говорят. Что если в первой игре было много мисс-степов от команды Cloud9, то здесь они даже не видят толком мисс-степов. Они видят просто насколько слаб пик получился Cloud9 против комбинации через Сараку у TI-пешников. У них все сквиши, но в то же самое время никого у Cloud9 убить не могут, потому что Сарака лечит всех. И Нашора собирается забирать TI-пешники. Cloud9 даже близко не находятся к Нашору. У них есть там пинг. Нашор появляется. Начинает туда смещаться карма. Ашань не знает, куда себя деть. В итоге Вижен пропадает у Cloud9, и они теперь не знают, начали они делать Нашора, не начали они делать Нашора. Не идут фэйс-чекать, Cloud9 решает просто отдать этого Нашора. А Сники, до свидания. Есть флэш у Сники? Флэш есть, но он его решает не тратить. В итоге он его тратит, уворачивается. Боллс будет мегагнаром, но у него нет телепорта. Нет, есть телепорт. Почему он так долго не езжал, его непонятно. Cloud9 попадает под ульту импакта. С импактом начинает сражаться один на один, но очень поздно. Он начинает сражаться. Ну и Cloud9 опять... Я вижу, как Адриана... Никто не профокусил, кроме одного единственного игрока. И этот один-единственный игрок и остался в живых для команды Cloud9. Он просто охреневает, наверное, Incarnation с того, как они не понимают, что надо убить просто Адриана первым. Он сейчас убил его. Но все время остальное команда Cloud9 фокусила. Раша, кто-то там Аполло бил. Откуда вот у них ХП потеряно? У Раша Аполло импакта. Кто-то же их бил до того, как убить Сараку. Кто-то же их бил, ребят. Какого хрена они их били? Надо убить только Сараку. Больше никого убивать не надо здесь. Только Сараку. Больше никого. И вы выиграете эту игру. Ой, боже мой. 0-2. Попахивает 0-3 без вариантов. Если в предыдущем Best of 5, которая была до этого против команды Gravity, там явно было заметно, что у Cloud9 просто механические ошибки, которые надо исправить, и они выиграют, то здесь я не вижу механических больших ошибок. Я вижу просто понимание игры отсутствует. И против этого, конечно, нет приемов. Кроме как FF-ить.